всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто смотрит видео хотел сегодня сказать по поводу проповеди на youtube но вообще в интернете не проповедь на youtube а проповедь в виртуальном мире вот так и зову как-то и ролик название и значок такой сделаю что хочется сказать вы знаете вот все мое христианское житие бытие ну и в частности те года что я уже виртуальном мире проповедую сейчас это youtube у него конкурента нету понятно мы репостим там все свои видео где-то в социальных сетях то в мессенджерах площадка сама которая продвигает так скажем да по сути является таким инструментом проповеди это конечно же youtube на данный момент и конкурент у нее нет сам я сейчас еще на яндекс эфире все свои ролики просто тоже дубляжом но там ты не репостишь а их загружаешь опять же это русскоговорящая только аудитория сам яндекс эфир тоже только пытается загрузить раскачаться и в любом случае это не конкурент youtube а потому что яндекс по сути это все-таки русскоговорящая аудитория в любом случае как поисковик в отличие от google который является мировым поисковиком и youtube его дочкой до мировым сервисом видео хостингом поэтому мы конечно же будем о нем говорить но в конце я кое-какую мысль подведу вы знаете все те года вот что я тоже уже около получается там четыре больше четырех лет на ютубе в интернете стал проповедовать но я никогда практически не проповедовал вот как это считается на улице знаете там либо раздавая флайеры либо с каким-то может быть плакатом либо книжечки какие-то либо просто словом обращаться на естественно конечно же я при встречах с какими-то людьми случайными старыми новыми знакомыми в каком-то обществе я конечно не молчу об истине да то есть я говорю но опять же это не значит что я игру с каждым встречным заговариваю об этом да так происходит в реальном мире и уж тем более то есть непосредственно не было такого что я выхожу так скажем на уличную проповедь и все эти годы с одной стороны меня внутри что-то вложило что я делаю неправильно ну как что-то я не в полноте несу свое служение до погибающего миру что надо выходить на улице а с другой стороны ну во первых кто знает мой жизнь и с того времени как я вышел на youtube я жил в деревне в маленькой деревне как всегда зазомбированной кривославным православием якобы христианством да там и плюс от деревни знаете очень маленькая но я за по меркам современного мира вернее не все таки это около тысячи полторы тысячи человек естественно основной массы это уже пожилые люди которым особенно ничего уже не надо до который особенно все в православии по уши или по макушечку да и там уже ничего не пробить тем более кто знает я в этом же селе был несколько лет при храме как раз практиковал сам православие хотя в нем я все время бунтовал и все косяки показывал о всех этих косяках общался и вот именно видел что все это никому не надо о том о чем я проповедую в интернете свободной форме я все говорил в реальности причем в том же самом православии пытаясь думая что его возможно исцелить это ложь это псевдо христианство его как-то да и излечить чтобы она стала здоровым но она не больно она просто мертво это мертвичина не зря у них фетиш и культ мертвичины все у них святые мощи до убитый иисус христос расчлененные на кусочки в виде хлеба и прочие прочие вещи да то есть обычный культ мертвичины я понял что она не больна это это псевдо христианская церковь она просто мертвы и поэтому в той же самой деревне я конечно опять же не ходил по домам потому что я говорю все меня и так потом узнали через этот храм да игры с теми кто как бы шел на общение я общался всегда игры все эти мысли свои высказывал о многих об этом бреде об этой мертвичении православия но никто не естественно хотел слышать все только округляли на меня глаза как я могу себя так вести так говорить я здесь по-своему себя велся со всеми священнослужителями да не целовала не то что там ручки тем более речь не шла задница ну я иногда это делал чисто формально это никогда губами не прикасался не мужское это дело да но зачастую и общался очень фривольно всегда с любыми даже с митрополитами вот я рассказывал как я в православном семинаре общался да когда меня там не хотели брать с митрополитом все на меня глаза округляли все же не ручки на самом деле целуют а вылизывают задницы это на самом деле так это же абсолютная правда то что я говорю вы все об этом кто там был знаете это лишь внешне целует ручку на самом деле целуют в самый непосредственный зад их да это правда и все об этом знают но все об этом молчат и продолжают целовать вот и я все эти и причем говорю потом я как как бы стал кто помнит знает мою жизнь я немножко стал ездить по большим городам стал работать уже опять на в такой так как называть в миру да я естественно везде свидетельствовал на работе все знали кто я что я всеми с кем сходил хоть какое-то еще более близкое общение естественно я общался я и вместе читал евангелие некоторые с некоторым людьми некоторым читал его сидел вы же знаете это дело обожаю да и все знали кто я что я всю мою жизнь что я проповедую моих роликах где никогда этого не стеснялся тем более не скрывал да но вот таких я говорю прямых проповеди знаете я вышел я тут на улице проповедую с буклетами там может быть с визитками с книжками в руках такого не было и все эти года все равно у меня было какое терзание вот правильно ли я поступаю или нет кто знает тому же сам ютубу я уделял особенно когда пришло мое время и господь так все управил я уделял всю полноту своего времени да никто меня знает в жизни тот знает что я если чем-то занимаюсь я целиком этому отдаюсь и вот тем же сам ну и в общем-то мое творчество у всех у вас наведут что я буду о нем рассказывать да мои дела говорят как иисус говорит по плодам узнаете их мой труд на ютубе он у всех на виду у меня полно бесед к сожалению кто знает они все закрыты по причине того что с таким еретиком как я никто не хочет рядом даже одной фотографии находиться поэтому после этих бесед и после того как мы расходились разными дорожками многие мне просили закрывать эти беседы я их закрывал и многие уже потом чтобы потом лишних претензий не был я уже и сам позакрывал зная человека да то есть знаю что эти люди сами проповедники или там открытые люди я поэтому там совсем немного бесед оставил знаю что эти люди так скажем такого же теста как я пусть мы и разные но они сами там проповедники у нас взаимно возможно эти ролики висят на каналах то есть претензий никаких не будет я такие ролики оставил их к сожалению осталось совсем немного из общей массы где мы долго формат бесед был практически год у меня да у меня есть проповеди в свободном слове как вы сейчас одну из которых вы сейчас слушаете у меня есть канал библия на котором уже целиком записана библия все писания ветхого и нового завета и не просто прочитаны мною аудиозаписи и уже полным полно в интернете кто к ленивый мир не не записал а вот именно прочтение с комментариями с достаточно подробными хотя конечно же там не прям в каждый стих разобран возможно что-то я не досказал естественно хотелось где-то больше а что-то ты потом хочешь думаешь вот бы еще вот это но все равно это большой труд который занял мне несколько лет и естественно ежедневного труда по 8 10 12 часов в день я этими вещами занимался то что видите эссенцию же в конце результат там даже часовой ролик порой чтобы его записать естественно я много готовился в свое время да и сейчас иногда готовлюсь и даже пробуем свободной форме что-то читаю что-то слушаю кое-какие вещи иногда мне все равно тоже нужно вспомнить пересмотреть чтобы быть более точным допустим не искажать там что-то да вот плюс я занимаюсь там избранный уже у меня есть до канал где там нарезки делаем и все занимает очень много времени на сегодняшний день на какой у нас сегодня 18 октября двадцатого года возможно запущу я с сестрой русской говорящей на живущей в америке хорошо знающий английский выросший в христианской среде возможно запустим еще новый проект перевода моих видео ну и прям живого общения на английском для англоговорящей аудитории но это пока все в процессе мы кое-что уже пробуем не знаю если есть на это божье благословение то скоро все это тоже будет это опять займет еще разбавить всю мою деятельность который уже казалось бы надо дальше некуда да вот я общаюсь конечно же я еще и лично отвечаю на сообщения всегда по skype разговариваю на звонки то есть всячески стараюсь людям помогать во всех смыслах слову даже простым общением и вот последние полгода вы знаете у меня пришел в мир души и четкий ответ что служение служение вот такое вот уличное как его игры давайте так будем назовем все назовем все понимаете о чем идет речь это конечно же не моё не моё по той простой причине что мы никак я все тоже ну как я не сам себе просто не мог признаться и я не скажу что у меня я четкого голоса божьего не слышал тут как всегда я говорю ты что-то размышляешь бог человек все оставляют способным свободным и способным конечно же если изначально одаряет и свободным мыслить способны мыслить и свободным избрать то что он решает правильным и вот конечно же на протяжении всех этих лет у меня были вопрошения к богу как играл я уже практически никогда не молюсь я всегда просто общаюсь с богом и зачастую многие мои желания он просто знает я их не просто не повторяю за дня день кстати один из вариантов вот я хотел на резки я долго искал людей которые могли бы нарезать я потом плюнул как говорят на это да уже потерял всякую надежду оставил сами нашлись люди в свое время с тем же сайтом сайтом я помню когда я тоже уже потерял всякую надежду найти кого-то искал за деньги готов был что-то заплатить из своих там маленьких этих доходов когда меня поддерживают собирал там копил по копейке чтобы я готов был платить за это я не мог найти достойного человека который мог бы сделать за небольшие деньги хорошую работу да помню мне господь послал там олега до который сделал для меня этот сайт я уже давным-давно мечтаю чтобы нашелся человек я пытался опять на таких называемых сайтах фрилансеры где люди занимаются индивидуальным оказанием услуг я тоже искал переводчиков до думал что ну может быть там будет недорого но все роли хотя бы там не знаю рублей в 500 укладываться там в тысячу не знаю отдавать кому-то переводить озвучивать но так я тоже не смог кого-то найти себе хотя я понимал что все это когда за деньги одно дело поддержка да я сам готов благодарить человек если есть чем за его труд вот ну а другое дело когда человек сам имеет это желание да и или вот он делает тупо за деньги да вот и так я тоже оставлял уже в общем-то оставил эту мысли несколько раз пытался сам опять начать изучать английский дума может что получится и все это оставлял и вот недавно господь послал сестру христианку веганку причем не от моих проповедей веганкой ставший да вот русскоговорящий живущий сейчас в америке выросший в христианской среде хорошо знающий именно вот этот язык тем более игры такая ревнительница по веганству я знаете все я даже удивился как всегда в божьих мы вот не видим эти божьи чудеса до в нашей жизни зачастую потому что глаза закрываем уши затыкаем они нас всегда окружают это одно из было свидетельств евре конечно не знаю может мы еще с ней не сойдемся всякое бывает через меня тоже через меня на неправильно сказано со многими людьми соприкоснулся с кем-то было общение совсем недолгим от пяти минут так скажем да и мы расставались до нескольких лет и мы все равно расставались так что я уже давно не тешу себя никакими иллюзиями я живу сегодняшним днем как господь сказал я планирую что-то я мыслю господь знает пожелание моего сердца ими не надо каждый денег высказывать я не вымаливал там не олега по сайту там не девчат что мне ребят что не нарезки присылают не карину что мне сейчас если мы англоязычным проектом займемся я никого не вымаливал да я не вымаливал ольгу которая стала веганкой по сути она двигает весь мой веганский контент в соцсетях там да то есть я их не вымаливал бог сам в свое время приводит тебе людей но зная конечно же пожелание твой сердце то есть мольба желание но просто не взять каждый день на коленях толдычит любвеобильному богу чтобы он сотворил лакое дело если ты знаешь что твое дело благое то бог его и так исполнит вот и все достаточно об этом богу один раз объявить хотя он и и до твоего объявления знает твои пожелания достаточно об этом просто пожелать помыслить пожелать и вот последние полгода конечно я уже окончательно утвердился господь не утешил я всегда методом простого мышления ко все анализы конечно с богом беседую ну как я вот на ю тубе я понимаю что делаю намного больше я понимаю что даже по времени знаете сколько ты можешь сделать сидя дома на ю тубе и что ты можешь сделать на улице выйди к людям которым ничего не надо вообще в чем разница интернета и реального мира в интернете первое что тебя ищут уже алчущие и жаждущие правды люди люди сами ищут что такое христианство что такое веганство что такое любовь что такое добро что такое смирение что кукротость что значит слова иисуса такие то да ты ты уже алчущим и жаждущим людям подаешь пищу вы вспомните иисус вообще-то пришел не к язычникам от погибшим овцам дома израилева и кто знает одно из моих видео на этом канале ну и он есть плейлисте обо мне я так и назвал я знаю что я послан к погибшим овцам стада христова я это четко в своем сердце от господа слышал и знаю и моя суть деятельность показала не зря меня господь повел на еще изначально сказал купи библию я столько лет изучал все религии псевдо христианские секты под именем православие католицизма протестантизма я понял что господь меня привел или именно к ним учить их истине открывать им истину ту истину которая им когда-то через апостолов через самого иисуса христа была открыта но от которой они уже давным-давно все отреклись выбрав тьму и зло и вот я всегда сравнивал деятельность в ю тубе и хоть я ну как опять же я да и вот такую пусть это в моей голове деятельность в реальный в реальном мире в проповеди на улицах вы знаете одна дорога чего стоит там доехать из-то куда-то да и вот я еще говорил смотрите я жил в деревне некоторое время я стал зависать где работал это более-менее большие города хотя опять же кто помнит я работал под оренбургом это все сто тысяч знаете это большая деревня до сам я живу воронеже год потом прожил у папы там по его просьбе присматривал то скажем за ним а он за бабушкой на концовке он сам справлялся ну просто у нее проблем со здоровьем у меня так для подстраховки просил там я пожил год в воронеже но кто знает на данный момент я опять уехал купил домик в деревне продал в пузе купил в корше и хочу конечно здесь жить потому что жить на земле это правильно человек без земли это вообще не человек бог бог создал человека из праха земного я никогда не мог жить в клетке вы знаете да кажется можно сказать принеси себя в жертву да я думал что если уж и проповед ехать куда-то к этому москву или в питер вот во первых там надо как-то жить и выживать это очень немаловажный вопрос когда люди знаете можно конечно фантазийно все представить а там положить все на господа да и езжай там сядь на вокзале бог все управит как я вам сам рассказываю что принц казалось бы господь приводит людей да я верю что господь с одной стороны управит но он нам дал мозги вот у нас есть сердце нас есть чувства переживания и у каждого действительно знаете еще апостол павел очень красиво написал что у каждого свое служение до учитель имеешь дар учителя учительствуй благовестника благовествуй пророка пророчествую да то есть у каждого свои дары конечно же мог быть совмещенные дары и так далее имеешь там дьяконство да ну занимайся там служение там для детей божих для их попечения теле до помогает там милость у него благотворительный фонд создай занимайся вот это да создай организацию то есть какие имеешь дары теме занимайся и конечно же я вот уже столько лет на ютубе я анализировал все это вот хотел поделиться что конечно ко мне точно не могу дату сказать но где-то вот этим летом сейчас вот у нас осень середина мне уже четкий мир пришел ну вот когда тем более дом купил наверное это в августе было да когда я сюда уже приехал осел здесь стал естественно дальше он записываю свои ролики и мне уже четко знаете осознание пришло что конечно же моя миссия это интернет вот я в нем могу сделать намного больше потому что ролики даже на ю тубе все прекрасно знают как они алгоритмами youtube так скажем показываются ну первая игру это в поисковой системе потому что youtube от такой же google у него есть у него первых ролики youtube и вылазит всплывают и в google поиски и в самом ю тубе есть поиск и там человек до ищущий что-то может ввести текст и найти ответ на свои вопросы посредством видео запись ну в поиске google здесь там это текстовая информация или еще что-то картинки там и так далее да второе это человеку показываются ролики просто наобум да они показывают либо на главной странице либо в рекомендованных да человек с чем-то связан алгоритмы как-то пытаются анализировать там интересы человека что-то он уже смотрел что-то кликал но все равно заметь человек мог интересоваться религию мог быть еще не христианином то есть да твои роли как я сказал что такое там что сказал иисус это явно уже возможно интересуется христианин хотя это может в принципе тоже любой человек поинтересоваться может быть какой-нибудь юноша пишет какой доклад в школе до на словах иисуса то есть всякое может быть возьмем что первая группа это все христиане до которые дети во христе они там пытаются вырасти пытаются познавать учение христа второе так как вылазит нам куча косвенной и информации этих роликов по разным нашим тем это может быть знаете вообще-то человек другой веры другой конфессии давайте так начнем если уж там возьмем еще какую-нибудь ветку конфессии ну пусть ко мне это не относится хотя опять же меня можно тоже назвать частью конфессии да ибо я свободный во христе веган но при этом можно назвать что я где-то рядом с ними плаваю да с православными с католиков христиан с протестантами естественно они смотрят эти ролики у меня же ролики тоже называется все что связано с христианством там в названии ролика в описании ролика соответствующие слова теги соответствующие теме до теги это ключевые слова так называемых которых алгоритмы тоже понимают что о чем ты говоришь в этом ролике ты их туда сам забиваешь и алгоритм их видит так вот именно может ролики попасть на очень приблизит тему он мог посмотреть какой-нибудь язычник неверующих как говорят полу какую-нибудь мирскую программу там не знаю сейчас в интернете все телеканалы представлен там какой-то россия культура там чего-нибудь оба сесть христе в принципе они христианство не проповедуют но посмотрел соответствую передачу ему стали соответствующие ролики тоже выпадать евре могут выпасть и ролики проповедника христианства допустим не обязательно моя в общем да в общем все что мы рассказываю так знаете уже youtube отстал знать частью нашей жизни рассказать о ютубе нет смысла хотя увидите я не умею короткие ролики писать уже 20 минут было более и конечно же зная все это естественно я как и любой думаю человек понимать что в ютубе тебя могут услышать намного больше людей причем действительно от тех кто действительно ищет тебя возможно но ищет тебя на истину пусть до ну или грубо говоря тебя если ты глаголишь истину или то что нужно человеку не суть важно мы все знаем прекрасно насколько мир изменился и как сейчас это стало удобно я застал еще времена мне 40 лет почти до без интернета когда ходили в библиотеке даже я ходил там школе в институте еще до еще не было там в интернет уже был но ничего еще в нем не было там было мало информации сейчас все ты можешь узнать все как построить как приклеить как посадить вся информация абсолютно есть это же касается всех таких вещей да как жить как познать истину как не прийти как ее стяжать как превратиться в святого человека все сейчас есть да поэтому это очень важно ну и как я еще раз повторюсь тебе можешь найти любой вообще человек да ты ты точно также проповедуешь даже и не верующим людям ведь даже не верующие него ты ну может неверно он задумался кто такой бог о боге и выходит все подряд ты как проповедник можешь записать еще не а там глубоких заповедях до совершенства любить врагов своих но поговорить пока о боге и твой ролик попадешь как можешь посмотреть и действительно прийти к познанию истины и конечно же наверное да я вот так это было связано все таки уже в августе когда я здесь уже в коршево купил дом и вот думаю здесь осесть до конца своих дней я уже набегался наплясался в этой жизни по плоти здесь я место выбирал сам мне здесь нравится по плоти по душе да красивая как по мне место уютная тишина свобода вокруг немного соседи тихие улицы красивая природа добротная и нормальный климат у нас среднем черноземья хоть и наслался всегда за теплыми странами потом я понял что наверное где родился там мне и хорошо вот и по поводу ютуба поэтому конечно же я понимаю что опять же я в коршево ну где этом вот на улице проповедуйте конечно ко мне уже пришел ну наверно это естественный мир бог просто утешил что типа сиди сиди не сбивайся головы и проповедуй да и поэтому я конечно вот понял что это ну для меня точно это правильно это благо да для других я ни в коем случае не тут вообще ролик вы знаете одно дело я говорю вот истинно вот ложь а другое дело действительно разное служение это ни в коем случае не зло кто проповедует на улицах это благо большое благо тоже если человек старается кого-то там привести конечно просто знаете арю мы до сих пор не можем адаптироваться раньше люди вот я говорю я застал еще мир без интернета так скажем без массового я застал мир даже без телефонов мы с друзьями пытались встречаться у нас были какие-то определенные места мы друг за другом ходили по кругу чтобы там встретиться потому что но одни чуть пораньше вышли другие попозже вот кого встретишь а где эти но пошли их искать вот мы ходим кругами когда мы за вами ходили вот так и только по другой стороне пошли и вот так вечно жили я сейчас кто вот не застал нам дети у меня нет детей ну так скажем мои дети кому бы сейчас было себя там в 20 родил бы 20 уже лет они конечно вы выросли бы в другом времени я рос уже в другом времени наш родитель в другом и знаете конечно же когда раньше мы читаем там еще ранние христианство самой евангелие про иисус христа что он сам ходил проповедовал потом и ученики слушайте но это такой мир был и раньше люди любили слушать были площади на которых выступали все кому было угодно и туда люди просто сходились послушать любого человека и было это интересно были места те же самые сейчас смотрите что делают во всех этих организациях так назовем религиозных они служат богу все действительно из-за вот этой вот доступности информации за доступности виртуального общения из-за доступности реального общения на далеких расстояниях ты можешь иметь подругу друга где-то в десятках сотнях километров и на машине поезде самолете хоть на другой конец света к человеку прилететь все это сделать те то что сделали и современный мир они в этих общинах уже не нуждаются в общении понимаете он может домой он там ходит до отстоял службу и все и пошел домой youtube включил и смотрит того кто ему нравится действительно от кого он ползает на задание но там надо хлебушек покушать ну я пойду туда надо на службу сходить богослужение с проповеди может даже уходит этого папа да потому что что-то он там несет мне неинтересно я пойду лучше у меня там воскресенье один день выходной побольше посмотрю в интернете вот к чему мы пришли понимаете и это факт нашей жизни надо к этому просто прийти просто прийти посмотрите уже богослужение все в интернет перенесли я уж молчу сейчас про современный мир то что с этим инфекциями к видами это еще с кстати стал актуальны даже для религиозного мира они раньше тоже я сколько вел трансляции с прямых богослужений там причем что в ортодоксальных сектах православных католиков что в протестантских все прям прямые трансляции с это там и проповедь и служение может быть что-то выключить что-то и покажут бывает что целиком показывает все даже там преломление в протестантизме или там причащение в православии с католицизмом вот вам виртуальный мир реальность сегодняшнего мира и конечно же я поняв это утешился что да нечего рыпаться один человек там на улице которым ты будешь за руку дергать сейчас людям на улице ничего не интересно заметьте как правильно сколько мемов что двое друзей сидят или там мужчина женщина и каждый в своем смартфоне друг напротив друга да то есть мы даже общаясь друг с другом зачастую сидим в этих смартфонов вот вам реальность ее надо принять бороться с ней бесполезно уже она просто есть это изменение физическое изменение нашей жизни так что ничего уже не поделать с этим ну что ты к плюсу мы все время говорим что это очень любят про интернет хайда электричество не знаю я доволен в том плане что я могу найти себе людей близких по духу вот найди его тут где-нибудь физической близости с собой никогда не найдешь и если найдешь что одного на миллион в интернете может быть хотя бы 10 человек да вот а сблизить если вы там физически в какую-то общину и тоже как желание будет да вот в общем то и все я хотел сказать так про себя про такой свой тоже этап жизни и что еще хотел сказать по поводу youtube вы знаете это можно было поделить на ролик вынести но я сейчас кратко скажу конечно же youtube становится помойкой youtube становится помойкой по типу где-то сколько телевидение существовало лет 50 можно так взять вот эра телевидения сменяется эрой интернета такого причем ютубного да когда ты сам ищешь и сам выбирать что тебе смотреть когда тебя смотреть и эрой и и кого тебе смотреть сейчас можно смотреть любого человека из гаража да вот любого кого угодно да а телевизор мы знаем что такое это крупные телестанции телеканалы где все крупными людьми того мира высокого организовано все там естественно и пропаганда все естественно культивируются люди там определенные ведущие определенные все они живут иной жизнью телевизионных жизни еще другие люди то человек в youtube чем был его плюс это люди вот обычные люди в обычной своей простой жизни то потихоньку уже вот ютубу сколько 10 лет недавно было уже это когда было то в девятом он открылся допом в девятнадцатом был 10 лет или отчет путаю или в 3 ну неважно youtube ну больше 10 лет до youtube и вот второй десяток начинает показывать это стало становится абсолютной помойкой первых это абсолютной помойка становится по той простой причине потому что здесь уже действительно много столько много блеотина и кала на ютубе что порой же не знаешь куда от него деться как это и трэша всякого да на ютубе все стало продажным абсолютно потому что настала эра его монетизации коммертизации и я кстати не говорю о том что то что есть реклама вообще на ютубе и есть рекламодатели те же самые блогеры youtube делится с блогерами частью своих доходов как раз против этого я ничего не имею против трудящийся достойный пропитания какая разница на заводе ты приносишь пользу предприятию получаешь зарплату или ютубе ты приносишь пользу людям обществу какой-то его части и и получаешь за это скажем зарплату получается я ничего против этого не имею другой вопрос как youtube стал действовать в угоду тех кто его так скажем содержит эти же рекламодатели и плюс просто известность естественно начинает делать свое дело youtube становится просто такой он якобы свободный был якобы еще пытается показать и держаться ну естественно его простите я прям буду говорить дрючат кому-то дрючат кому только не лень любому государству да у всех свои правила все youtube предъявляют сюда это нельзя то нельзя вот он естественно становится просто такой же по сути марионеткой в руках государства и сильных мира сего это так блогеры становятся естественно продажный в каком плане во первых действительно напрямую что помимо и рекламы от youtube блогеры получают за прямую рекламу от частных лиц или компании да они естественно сажаются на иглу денег до богатства и уже потом с не слезть очень тяжело и они очень частенько продаются этим компаниям сейчас на это даже можно сказать и все да редко кто там устаивает им заносят деньги они говорят то что их просят у них тоже перестает быть что-то святое редко кто там держится за принципом 2 они начинают бояться потерять свои каналы их канал начинают приносить большие деньги или пусть даже небольшие но уже достаточные деньги когда этот канал становится его жизнью его работы естественно понимает и кстати кто знает теряя канал человек потом очень долго не может восстановиться каштой у меня там миллион подписчиков его блокируют он но открывает он не может набрать уже этот миллион алгоритмы youtube и так устроена что свалившись потом тебя тоже даже на эту имя тени кто планы искать даже не будет слова человеческой помните как слышно не ищи слова знаешь что в человеке это действительно так да сегодня те поют асана завтра тебя будут кричать чтобы распяли это везде работает на ю тубе то же самое да ты думал что твоя армия твоих поклонников нет завтра никому до тебя дело не будет таких как ты там полным-полно живут и тебя просто каток системы скатывает и все жизнь идет дальше ты кричишь солнцу остановись мне же плохо ему без разницы она восходит и садится каждый день хоть ты обкричись и вот этот страх потерять канал угрозы там и так далее да плюс вот именно регулирование уже влазит туда законодательство вплоть до уголовной ответственности блогеров сажают реально разного типа до блогеров травит убивают избивают и естественно люди начинают этого всего бояться внешних страхов либо внутренние до потерять все это потерять свою жизнь свой доход и поэтому youtube превращается в такой же телевизор 21 уже века при всем казалось бы внешним будет выбор там но на самом деле у нас выбор будет между ложью и псевдо истиной да как древо познания добра зла и псевдо добра на самом деле просто другого зла люди окажутся в таком выборе между ничем и конечно же дальнейшее спасение кто знает мир интернета современный мир есть такое понятие я скажу даркнет темный интернет конечно не очень хорошее название для святых людей кого-то может отпугать что же я буду даркнетом пользоваться но здесь не в названии суть дела а вы знаете как христианство тоже одно время было катакомб нам его называли люди прятались да и вот этот даркнет это то место это знаете кто следил за ситуации не так давно но это не весь мир знает я конечно основном обращаюсь к русскоязычной аудитории кто знает была битва такая возможно было иногда уж тут не знаешь может это тоже все сговоры да когда павел дуров с телеграмом так скажем ну по сути он конечно накалывал роснадзор наш российский да и никак его заблокировать не могли ну вот якобы за то что не сдавал свои позиции в свободе ибо якобы в телеграме наши сообщения никому не показываются они даже телеграму неизвестны якобы там какая-то суперская форма шифрования что они как-то из кусочков там собираются даже сам телеграм не видит грубо говоря что мы там пишем да и что показами никуда это никому невозможно передать якобы у них такие какие-то уникальные как они там в ряд ключей да мне было интересно наблюдать хотя игру уже непонятно то ли это было тоже пиар-компании по раскрутке телеграма кто знает то кто туда что там узнает что там на самом деле вот хотя хочется верить паша мне симпатичен так хотя у него тоже свои заскоки вот он кстати вегетарианец конечно ему далеко до святого человека но все-таки мне он интересен мы с ним ровесники практически да поэтому как-то не без интересного человек да бывший кто знает изобретатель контакта из которого то же самое государство выперло просто можно сказать так что и вот это darknet это будущее свободы слова и мысли там уже кто знает в darknete полно сайтов даже крупных компаний даже государственных компаний они все есть в этом darknete darknet я так кратко ну хотите сами загуглите я могу создать совершенно непрофессионально даже не готовился к этому ролику я своими словами скажу но это сами понимаете это интернет где нету никого нет цензуры да это свободное обращение если youtube через твои вот эти все через айпи адреса мог что-то делать darknet будет давать возможность человеку вот этого бесконтрольного так скажем общение конечно же опять как я сам говорил вы знаете учение истины которые я проглашаю в мире нет ничего плохого в самом себе поэтому сам darknet несмотря на его официальное название христиане не должны истинные святые дети пугаться и гнушаться им в будущем я сразу скажу потому что ты лишь название его можно назвать как-нибудь тогда я не знаю свобода free free net можно было так и тогда что у вас все изменится это лишь название darknet или может его переименуют потом попозже во фринет нужда дарка будет темненькие делись там творятся но нет кто его как будет использовать кто-то да кто-то для зла действительно каких-то терактов контрабанды там продажи наркотиков и так далее а будут такие же святые люди которые будут там нести слова истины и когда у нас опять всю истину порежут как в советском союзе в россии до что нельзя будет даже библию содержать мы хоть где-то сможем проповедовать нести и хоть где-то люди смогут найти слова истины это будет современный darknet будущем я я конечно надеюсь что его переименуют вот что-то в такое более более правильным будет потому что он не будет темным по сути дела там будут разные опять и темные силы и светлые вот так вот вот так вот в принципе на этом я все что хотел сказать до встречи закончу так до встречи во фринете на шучу на самом деле до него еще неизвестно сколько пока еще поживем и послужим ю тубе и так называемым светлым интернете ну или пока в полу свободном уже вот так назовем хотя везде уже конечно какие-то ограничения полно всяких правил порой нехороших но приходится их исполнять